Новый физкультурно-оздоровительный комплекс сияет от собственной новизны и блеска детских глаз. Именно для них он и был построен. Жители Кораблино давно нуждались в современном и доступном спорт-объекте. Строительство комплекса завершилось в рекордные сроки – 4 месяца. Не верили в то, что так быстро откроют долгожданный спортивный объект даже местные жители. Комплекс так и назвали – рекорд. Стоимость объекта составила более 136 миллионов рублей. Часть денег вложил областной бюджет. Поздравить жителей Кораблино с открытием спорткомплекса приехал глава региона Николай Любимов. В первый же день работы новый спорткомплекс загружен по максимуму. Все площади заняты юными спортсменами. Вмещает он 300 человек одновременно. И пустовать фок будет разве что по ночам. Здесь уже работают секции по баскетболу, волейболу, аэробике, мини-футболу и боксу. Раньше тренировки по боксу проходили в спортивном зале местной школы. Каждый раз приходилось заново вешать боксерские груши. Теперь у воспитанников клуба есть собственный зал с большим рингом. Впечатления масса хороших, положительных. То, что наконец-то открыли мы такой хороший спортивный комплекс в нашем районе. Будем развиваться, добиваться хороших побед. Ну и популяризировать такой вид спорта, как бокс. Юная спортсменка Анастасия Емелина занимается боксом полтора года. В секции она единственная девушка. Тренируется ежедневно и каждое движение отрабатывает до совершенства. Открывшийся зал, по ее словам, поможет добиться новых высот. Один ринг, он больше, чем наш зал, в котором мы сейчас занимаемся. Мы очень довольны все и спешим уже попробовать позаниматься в новом зале. Будущим чемпионом глава региона пожелание написал прямо на боксерских перчатках. Большой спортзал для тренировок и командных игр, тренажерный зал, раздевалки, душевые и бассейны, четыре дорожки. О таком спорткомплексе прежде можно было только мечтать. Я хочу сказать, что неплохие тренажеры по качеству, то есть хорошего качества. И покрытие, допустим, в спортивном зале тоже современное, паркетное покрытие хорошего качества. То есть жаловаться на то, что где-то, может быть, сэкономили, что мы не можем. Потому что и бассейн хорошо сделан, все. Поэтому мы очень всем довольны. В будущем такие современные комплексы должны появиться не только в области, но и в городе. Мы будем продолжать обязательно строить в каждом районном центре и в городе Рязани. Там тоже, кстати, не хватает физкультурно-здоровительных таких вот сооружений. Будем строить обязательно по мере сил наших и финансовых возможностей физкультурные комплексы, преимущественно, конечно, такие же, как в Кораблино сегодня мы открывали. Обязательно с бассейном, с многофункциональным залом и с разными залами для занятий индивидуальных каких-то видов спорта. Заниматься же в спорткомплексе «Рекорд» в Кораблино смогут не только дети, но и взрослые. Таким образом, власти Рязанской области последовательно воплощают курс президента России на здоровый образ жизни и развитие спорта в регионе. В пятницу Николай Любимов посетил также новую школу для начальных классов в Александрневском районе. В эксплуатацию ее ввели в конце прошлого года, а первые уроки начались в марте. В школе есть библиотечный центр, кабинет психологической разгрузки, спортивный и актовый зал, столовая, а также зимний сад. До этого дети учились в местной небольшой школе, которая была построена еще в 60-х годах прошлого века. Новый объект рассчитан на 250 мест и стоил более 160 миллионов рублей. Построили также в сжатые сроки, как только выделили средства из федерального бюджета. При осмотре губернатор отметил хорошее качество работы, оригинальное внутреннее убранство и современное техническое оснащение. По его словам, теперь это лучшая начальная школа региона. «Мы должны участвовать в программах, они будут, эти программы, продолжаться. Вот то, что касается строительства школ, она должна продолжиться до 2025 года. И результатом реализации этой программы по всей стране и в нашей области тоже должно стать полное прекращение учебы детей в две смены. Они все должны учиться в смену одну, а после уроков уже заниматься любимым делом каким-то». И уже по традиции во время рабочей поездки глава региона посетил ветеран Великой Отечественной войны. 96-летняя Надежда Кичи живет в Кораблинском районе. Николай Любимов поздравил ветерана, вручил подарок и знак в память 80-летия Рязанской области. «Долгих лет жизни вам. Всего самого хорошего, доброго, самое главное здоровья». «Самое главное, что вы приехали». Женщина рассказала Николая Любимова, как воевала. Она служила операционной медсестрой в госпитале и участвовала в Сталинградской битве. Рязанка награждена Орденом Отечественной войны второй степени и многочисленными юбилейными медалями. Алена Куколева, Ирина Ковалева, Олег Парамзин, телекомпания «Город».